Изысканный роман о чистой любви для безнадежных романтиков. Последнее письмо от твоего любимого Джоджо Моэс. Всем привет, с вами я, Ксения Куднецова, и сегодня мы будем обозревать книгу Джоджо Моэс. Последнее письмо от твоего любимого. 1960 год, Англия. Дженнифер Стеллинг приходит в себя на больничной койке после жуткой автомобильной катастрофы. Она не может вспомнить ни себя, ни имя своего богатого мужа, ни кто он такой, нигде она живет. Ее забирают домой, там она просто находит мелочи какие-то, чтобы занять себя, чтобы отвлечься от того, что она ничего совершенно не помнит. Даже не помнит чувств к Лоренцу, так звали ее мужа. Даже не помнит, почему она вышла за него замуж, она совершенно ничего не помнит, даже тем, чем он занимается. Однажды, прибираясь в свою шкафу, где у нее множество туфель, платьев, так как она была женщиной очень высокого уровня, она нашла письмо, она нашла любовное письмо, которое было подписано простой буквой «Б». Она не может понять, от кого это письмо, и даже не может понять, почему именно ей это письмо написали. И тут начинается расследование именно того, кто писал ей эти письма. Параллельно происходит действие, когда описание того, как она познакомилась с этим человеком, как она его любила, как он ее любил, и поэтому мы-то уже знаем, а она нет, и мы все ждешь, всю эту книгу, когда же она его найдет, когда же он ее найдет, когда же ее знают друг друга. И там множество просто поворотов немыслимых, что даже уже не знаешь, чего и ожидать дальше, потому что столько всего там накручено-наверчено, что просто твои догадки рушатся в один миг. Потом, уже в 2003 году, журналистка Элли находит это же самое письмо в архиве библиотеки. Вместе с молодым человеком Рори они начинают находить почтовый ящик, на который приходили эти письма, и находят женщину, которая почему-то этот почтовый ящик все никак не может закрыть, хотя за него нужно платить деньги. Оказывается, что это и есть та самая Дженнифер Стерлинг, и Элли делает просто замечательную статью, и ее не увольняют с работы, и у нее в личной жизни все налаживается, и происходит беседа между Дженнифер и Элли, потому что у этих обеих женщин достаточно большая такая проблема, и она одинаковая у них, они обе любили замуженных мужчин. В результате Элли приходит к правильному выбору, по моему мнению. Эта книга понравилась мне гораздо больше, чем «До встречи с тобой», потому что здесь будут такие невероятные повороты сюжета, что я уже думала, блин, что же будет-то дальше. Если «До встречи с тобой» я знала, что все так и будет, как я думаю, то вот в этой книге я совершенно не понимала, что будет дальше. Я просто вот думала, все, будет так, и тут одно только предложение рушит мои мысли какие-то в пух и прах. Книга просто замечательная, просто советую всем прочитать, чтобы не попасть в такую ситуацию, как у Дженнифер. Читайте Джорджа Моэс «Последний письмо твоего любимого», читайте книги. С вами была я, Ксения Путицова. Всем пока!